Всё-таки стрессы бывают, потому что следующая ступенька нужна. Мы верим не в то, что нужно, и поэтому человек попадает в эту ситуацию, когда он ждёт от того, что не может ему дать. Ждёт высшего чего-то от человека, от сына, от дочери, от мужа, от страны. Но от чего-то, только не от Бога. Как мы ехали в машине сегодня, мой водитель говорит, у нас страна тоже тут большая деревня, здесь столько таких проблем. Я говорю, ну согласитесь, гораздо меньше, чем в других странах. Он говорит, ну да, да, да. Ведь нам всё равно не хватает. Всегда нам чего-то не хватает в жизни. Даже если же страна развитая, сильная, всё равно чего-то не хватает. Правда ведь? Не бывает, что всё хватало, совсем такого не бывает. Поэтому не надо верить в страну, надо верить в Бога. Страна что-то даст, что-то не даст мне. По моей судьбе, как положено. Итак, первая стадия стресса называется кризис. Я возвращаю мужа, возвращаю жену. Он не возвращается, потому что я очень сильно любила его, сильно верила. Он устал от этого всего, он загордился собой. И в результате он уже не может вернуться назад. Знаете, что такое стресс? Это значит, что это невозвратная ситуация. Невозвратная. То есть, мне нужно поменять принцип жизни, принцип. Последнюю лекцию до этого я читал в Донецке, в Днепропетровске. И там в Днепропетровске одна женщина сказала, мне уже вернулся этот человек, вернулся, а я из стресса не вышла. Даже возврат человека не выводит из стресса, потому что человек потерял веру. Она говорит, я уже ни во что не верю. Правильно, вы верили в человека, теперь ни во что не верите. Это называется стресс. Она говорит, я не могу выйти из стресса. Вот передо мной этот человек, почему я не могу выйти из стресса? Потому что человек из стресса не выведет. Из стресса выводит только Бог. А пострадала ты от того, что у тебя была неправильная вера. Нет другой причины стресса. Кризис означает, что человек изо всех сил пытается вернуть человека. Он старается изо всех сил, пытается его вернуть. Он надеется, но как бы все, как в том анекдоте. В реанимации лежали трое. Вера, надежда и любовь. Сначала умерла любовь, потом вера и потом надежда. Надежда умерла последней. И так человек теряет надежду. Сначала пропадает любовь, хотя бы вера. Вера тоже тает, потом надежда. Когда нет надежды, наступает кризис. Человек не знает, что ему делать. У него начинают скончаться силы. Он чувствует, что его сил не хватает. Вернуть все, он бежит к друзьям. Друзья не могут помочь. Начинает молиться, молитва не помогает. Есть четыре степени тяжести судьбы. Первая степень, когда сам человек раз, что-то сделал и помог. Кто-то заболел, ребенок заболел, сама что-то сделала, помогла. Все, легкая степень тяжести судьбы. Ребенок заболел, сама что-то сделала, не помогло. Пошла к врачу, помогло. Средняя степень тяжести судьбы. Ребенок заболел, сама сделала, не помогло. К врачу подошла, не помогло. Начала молиться сильно. Бога верю, помогло, тяжёлая степень тяжести судьбы, непреодолимая судьба означает, даже молюсь не помогает. Это значит, что Бог от нас чего-то хочет, а Он может хотеть только одного, это чтобы мы на другую ступеньку жизни перешли, на которой больше знания, больше осознанности, больше понимания, как правильно жить. Не просто я всё знаю, хорошо, если всё знаешь, почему такая ситуация, почему-то поставлена в тупик, если всё знаешь, значит нет знания. Но в этом мире нет тупиков, есть только экзамены. Если человек сдаёт экзамены свои, он по крайней мере слушает старших, то, что ему говорят, тогда стресса не будет. Но есть особые ситуации, интересные ситуации, когда человек не может отказаться от своей идеи. Ему невозможно даже в это время сказать, перестань так сильно ждать человека, это ещё хуже. Вот смотрите, допустим, человек от меня уходит, я ему говорю, вернись. Он говорит, видишь, ты как меня зовёшь, это значит, ты хуже меня. Мне нужен такой же достойный человек, как я. И уходит. Я ему говорю, ну уматывай тогда. Он говорит, хорошо, раз ты хочешь, я уматываю. То есть и так нехорошо, и так нехорошо, и ждёшь плохо, и не ждёшь плохо. Что же делать? Делать надо то же самое, что и с духами. Когда духи на тебя нападают, нельзя не думать о них хорошо, не думать о них плохо. Надо просто думать о чём-то другом. И тогда они уже не могут нападать. Они нападают только на того, кто о них думает, хоть хорошо, хоть плохо, не имеет значения. И они постоянно пытаются приковывать себе внимание. Так и судьба тоже. Она постоянно заставляет человека думать об объекте своих страданий. Что такое стресс? Это значит, что всё моё существо приковано только в одну точку. Я больше ничего не вижу вокруг, только вот эту вот идею. Что со мной произошло? 24 часа в сутки, даже ночью человек не может заснуть. Знаете, какая вторая стадия? Вторая стадия называется шок. Чем характеризуется этот шок? Он характеризуется тем, что человек не может ни есть, ни спать. Он постоянно думает об одном, и эти мысли не могут закончиться даже ночью. И цель его такая. У него нет никаких вариантов понять, что надо думать о чём-то другом. Что надо идти служить людям. Человек, понимаете, он теряет нить вот эту жизненную, которая идёт ему, счастье, вот эту веру свою он теряет. У него нет, как бы, контакта с этой верой. И в результате человек хочет назад вернуть эту веру, и он живёт только собой и этой верой. И фактически он живёт в эгоистическом состоянии. Он очень сильно прикован к самому себе, потому что если человек думает о Боге, то здесь всё наоборот получается. Понимаете, когда мы думаем о человеке или о стране, ну то есть мы думаем не о Боге, о чём-то другом. То тогда мои мысли, моя концентрация на этом объекте означает эгоистическая концентрация. Фактически я думаю в это время только о самом себе. Но если я думаю о Боге, то происходит всё наоборот. Чем сильнее я о нём думаю, тем больше я о себе забываю, начинаю всем служить. Это удивительно. Вот так работает высшая цель жизни. Когда я думаю о Боге, так же сильно я плачу по нему, переживаю. Я становлюсь сильным, достойным, светлым, радостным. И озеро моей жизни становится наполненным. Я становлюсь сильным, потому что объект достойный для того, чтобы себя отдать. Когда я думаю о человеке, то объект недостойный и результат печальный. Результат печальный. На самом деле не один, конечно. Надо верить в Бога, тогда всю жизнь будут цветут сады. Свести сады в душе. Они расцветать только начнут. Всё глубже, глубже. Потому что любовь Бога так быстро недостижима, как любовь к человеку. Можно человека быстро полюбить, поверить. Но чтобы Бога поверить, нужен длинный путь, потому что он не дешёвый Бог. И чем больше ты с ним себя связываешь, тем сильнее цветы в душе твоей цветут, сады. Понимаете, в душе твоей сады цветут сильнее, сильнее, сильнее с каждым разом. Я когда вчера в Иерусалим поехал, я думаю, интересно, опять оливки будут обрезать при мне или нет. Я приехал, смотрю, там куча ведь так навалена. Куча-куча оливковых веток, и все с веточками идут. Все с веточками, все получают по веточке оливковые. Ну столько деревьев там не будет, там тонны веток каждый день. Всем раздают веточки. Я посмотрел на эти веточки, смотрю, не с этих деревьев. Но даже если эти веточки приносят туда, они там полежали, они становятся освященными. И этого достаточно, чтобы человек полюбил Бога. Но когда я туда приехал, обрезали именно эти веточки прямо при мне. И там не было никого, людей не было. Было раннее утро, обрезали веточки. Я взял себе веточку. Я вспомнил это и понял, что Бог не дешевый. Он мне сразу дал то, что я хотел. Потом я увидел, что не всем так получается дают. Понимаете, Он бесконечно глубокий, Господь. Бесконечно глубокий. И даже то, что Он мне не дал веточку в этот раз, это было очень сладко. Потому что Он мне показал, что было в прошлый. И в этот раз Он меня к гробу Господню ни путь не пустил. Там стояла огромная очередь. Мы вообще туда даже не попали. А в тот раз не было ни одного человека. Я просто прошел там, побыл сколько мне надо. И это тоже было очень сладко. Потому что я понял, что Он мне сразу дал все, чего я хотел.